Всем здравствуйте! Иван Соловьев. Данное обращение посвящено опять-таки теме прав и свобод граждан равенства на урожении своих мнений. Публичные мероприятия проведения в Красноярском крае я уже неоднократно и писал, жалобы в виде обращения записывал по поводу обжалования в суде. И Верховный суд еще не вынес решение по нашему делу, который еще иск был подан в конце 2020 года. Тем не менее, есть события происходят, которые я не могу не отметить. То есть уже многим стало понятно, что несмотря на декларируемый 71 указом 27.03.2020 года запрет при остановке на проведение публичных мероприятий на территории Красноярского края, а также иных массовых, зрелищных, культурных органов власти это проводят, называют даже митингом, полиция не препятствует. Ну, просто так проводить их как-то там полулегально, потом оправдываться от каких-то жалоб оказалось мало. И накануне майских праздников, когда в СМИ была новость о том, что Крайкому КПРФ, как они писали, не согласовали традиционную 1-майскую демонстрацию, хотя уже было анонсировано. Самое массовое шествие в Крайк, которое вообще, я помню, это бессмертный полк. 27.04. был издан указ губернатора Александра Викторовича Уса за номером 123 УГ, в соответствии с которым, ну, известный указ 71-й от марта 2020 года, вносились изменения. И, соответственно, я вот сейчас их прямо продемонстрирую. Вот он указ. Дополнить пунктом 2.15. Определить особый порядок передвижения граждан на территории Красноярского края при проведении официальных мероприятий. Установить, что ограничительные меры, предусмотренные пунктом 2.2, не распространяются на официальные мероприятия, организуемые органами государственной власти местного самоуправления Красноярского края и мероприятия с их участием. А теперь, что же это за подпункт 2.2 Этим из первого указа. Это едва ли не единственные из ограничений действующих. Вон, все отменено. Как раз-таки, касающиеся общественности о проведении на территории Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, развлекательных. По логике губернатора, то есть власть, имущие чиновники, администрация в своих мероприятиях не ограничено указом 71-го своего же указа, может их проводить. И примеры такие были. Как известно, 1 мая у памятной стелы город Трудовой Славы на Красрабе у ДК 1 мая был проведен, так называлось, митинг представителей администрации по вопросам социально важной повестки, там, молодежные объединения, известные, провластные, с флагами, провели мероприятие, никто не препятствовал. В это же время, в сквере Ленина, неподалеку, там, где бюст стоит в Свердловском районе, левых активистов где-то вязали. То есть, из чего получается, что идет не просто там какой-то запрет, властями нарушается, полиция их не трогает, и прокуратура. А конкретно нормативно закреплено, как я считаю, дискриминация по признакам принадлежности к социальным группам и должностному положению. А напомню, что согласно статье 19 Конституции нашей России все равны, там прописано, так, перед законом и судом государство гарантирует равенство прав всех граждан вне зависимости от национальности и вероиспомедания должностного положения. Недопустимость является недопустимым ограничением прав и свобод граждан по тем же категориям, в том числе и принадлежности к социальным группам. Как известно, когда возбуждали 282 статью и 23.1 за какие-то призывы против органов власти, гневные посты, оскорбления, органы и суды часто формулировали, что правоохранительные органы это особая социальная группа, соответственно, если ты против них что-то такое разжигаешь, есть основания привлечь по этой статье разжигание розник к социальным группам. Тут же получается, что все те, кто не относится к органам власти, местного самоправления, к чиновникам, они ограничены в правах, у вас нет права на какие-то там выражения мнений, публичные мероприятия. А если ты орган власти, это же не какое-то неудешевленное существо, это конкретные чиновники, должностные лица, они могут проводить мероприятия, мало того, могут, так сказать, легализовать мероприятия, просто прийти к кому-то на мероприятия, которые провели другие организаторы или проводят. И вот я пришел, я чиновник, теперь оно согласовано, никто не может что-то трогать. То есть вот она, вольность, которую дал еще президент два года назад и федеральный законодатель местным чиновникам, привела к тому, что уже под себя откровенно переписывают законы. Я уже, ну, конечно, подал жалобы в прокуратуру, в генеральную, в краевую, ну, не особо уверен, что что-то там изменится, просто интересно почитать, как теперь они будут объяснять, обмазывать ответы губернатора. И практика, то есть такая есть, надо уже понимать, что тут на нас смотрят, как на людей второго сорта, то, что им можно, другим нельзя. Официальные мероприятия, это тоже формулировка абстрактная. А где вот официальное мероприятие 1 мая, если официально подается в порядке 54-го сокона уведомления в орган местного самоуправления, вот организаторы, вот план мероприятия, ну, как раньше проводили там демонстрации, иные митинги, это что, неофициально, что ли? Кто-то подпольно там в тихушку проводит конспиративную встречу, и нет, такое же официальное, просто там, ну, другие там социальные группы, не относящиеся к органам власти. И в этом отношении, тут уже считаю, никто просто показали свое истинное лицо, никто ничего скрывать не хочет, от безнаказанности, от вседозволенности, потому что известная там оппозиция у нас где-то прижата, видные деятели такие, ну, знаковые фигуры, мощные, общественного мнения движения, как Антопий Рожьбыков, ну, вот ЛДПР тот же Натаров Сергей, они находятся в заключении или под стражей, и поэтому такие, как Ус и Пономаренко, они могут спокойно уже вот так ничего не скрываться, остальные многие активисты, кто молодые, кто не уехал, уже переобулись некоторые под Единую Россию из оппозиционных якобы партий, не будем их фамилии называть, много им чести. И вот имеем, что имеем. И на этом фоне речи о том, что нужно сейчас сплотиться на фоне внешнеполитической угрозы, давления вокруг там властей, общества, как-то вот несерьезно звучит, когда вот конкретно общество показывает его место, какой там, кто какого сорта. И я считаю, что вот эти вот ограничения, они не связаны с тем, что кто-то боится там, что будет против спецоперации, российской армии выступать. Для этого есть отдельная статья, которая уже применяется. 20, ну, все некоторые уже знают и по фейках, административная практика, а здесь скорее, чтобы прикрыть, не допустить недовольства политикой краевых местных властей. Основания есть, это экологические программы, чистое небо, проект чистый воздух. Есть информация, что из-за санкций, из-за кризиса поставок оборудования его могут там подсвернуть, чтобы промышленные компании нагружать. Нам вот этого не легче. В том числе экологические проблемы. Сейчас еще проблема жесткая лесных пожаров. Надо будет восстанавливать жилье, как обещают погорельцам. А кто помнит, в 17-м году, когда в поселке Стрелка сгорели дома, а в сроках не успели сдать, тогда люди были тоже недовольны. А как вот выразить недовольство? Ну, теперь непонятно. А вот именно вот, кто помнит, Александр Викторович Улсу в определенном смысле перестроиться, от айсбергов, которые там в океане тонут, когда он не считал нужным тушить пожары на вектор, что надо все-таки принимать меры, оказались содействия, в том числе и крупные личные мероприятия, митинги, которые пошли в городе, организованные там при поддержке патриотов России. Да, и митинги за чистое небо сыграли роль, чтобы Красноярск внесли в программу чистый воздух. А теперь вот, чтобы все молчали, все не выходили, а если хочешь выступать, по социальным вопросам давай к органам власти, от них заряжай митинг и выходи за единую Россию. Ну, посмотрим, какой будет ответ.